Снова звонок с неизвестного номера? Пожалуй, не буду брать. Многие из нас уже знают об этой мошеннической схеме, но появляются все новые и новые способы обмануть доверчивых граждан и получить доступ к их средствам. Любая мошенническая схема работает в целом по обобщенному сценарию. Первое, это необходимо втереться в доверие к пользователю. Это происходит либо путем звонка, в котором он представляется либо сотрудниками банка, либо правоохранительных органов и предлагают ввести код, который пришел в смс, и как последствия этого мошенники могут получить доступ к вашим социальным сетям или, например, госслужбам. Всегда интересно посмотреть свои фото, особенно те, которые ты еще не видел, но такое любопытство может обернуться серьезной проблемой. Злоумышленники присылают жертве текст с сообщением «Это ты на фото» и файл определенного расширения, который ты и является вирусом. Он украдет личные данные с вашего смартфона. Фотографии не будут никогда иметь расширение .пк. Далее, когда вы нажимаете на этот файл, устройство предлагает установить вам приложение. Это уже должно быть звоночком для того, чтобы никуда не нажимать и удалить вообще этот чат и не общаться с этим человеком. У каждого ли сотрудника есть телефон своего начальника? Мошенники полагают, что нет, особенно когда речь идет о крупных компаниях. В мессенджерах создается фейковый аккаунт. От него идет рассылка в духе. В компании проверка вам позвонят из органов. Затем поступает звонок и все по старой схеме. Такое сообщение призвано запугать человека и вынудить его ответить на неизвестный звонок. Наверное, все-таки контакт начальника есть у вас в телефонной книге. Вы сравниваете номер, с которым вам пишут, с номером начальника, они не совпадают. Ну, уже что-то не так. Соответственно, научатся связаться с начальником, узнать, писал ли он такие сообщения. Нужно, чтобы руководитель этой компании как-то проинформировал всех работников о том, что сейчас происходит такая массовая рассылка, и это мошенничество. Нейросети ежедневно помогают нам в разных сферах нашей жизни. Но есть и обратная сторона технического прогресса. Именно благодаря искусственному интеллекту стала возможна подделка голосов. Так потенциальная жертва получает аудиосообщение, записанное голосом близкого человека. Такая технология называется дипфейк. Вообще дипфейк – это метод синтеза либо изображений, либо аудиосообщений путем наложения на голос мошенника, вашего голоса. Нейросети синтезируют эти два голоса и, собственно, выдают запись, как будто это говорит человек, родственник либо знакомый. Здесь нужно включить критическое мышление, что обычно такой ситуации не бывает, это что-то нестандартное. И если особенно вам звонят с незнакомого номера, необходимо связаться изначально с родственником или близким человеком или другом и уточнить, реальна эта информация или нереальна. Еще один метод обмана, который набирает обороты – это программные вирусы. Например, вам предлагают бесплатно заменить счетчик. Но для этого нужно лишь установить приложение, которое как раз и проникнет в ваш телефон. Не скачивать файлы из каких-то небезопасных источников. Если вы все-таки скачали, то вы находите это приложение, только что установленное, и удаляете его с вашего телефона. По итогам второго квартала 2024 года с банковских счетов обычных россиян мошенники украли почти 5 миллиардов рублей. Это на 25 процентов больше предыдущего периода. А это значит, что мошенники становятся более изобретательными, а нам остается быть более бдительными и внимательными.